Технический дайвинг Законы физики одинаково действуют как в техническом, так и в рекреационном дайвинге Но знание этих законов, особенно понимание некоторых из них, очень жизненно важно для технических дайверов Конечно, каждый из вас знает, что на дайвера под водой оказывается давление На него давит как вода, водяной столб, который находится над ним, так и атмосфера Все знают, что давление атмосферы у нас является одной из единиц измерения Давление может измеряться в атмосферах И, соответственно, давление атмосферы равно одной атмосфере Что касается давления воды, так как вода более плотная Соответственно, она имеет больший вес и оказывает большее давление при меньшей высоте водяного столба Так вот, давайте вспомним из того, чему вас учили на курсах начальных дайвинга Чему равно давление на 20 метрах Ну, если вспомнили, что это три атмосферы, вы молодцы У вас был хороший инструктор и хорошая память Но, а какое давление на 24,5 метрах? Затрудняетесь? Ну, скорее всего, потому, что во время курса вам доносили информацию Что каждые 10 метров воды – это одна атмосфера Как только дело касается не круглых цифр, чисел То, как правило, человек теряется Да, собственно, в рекреационном дайвинге это не столь важно Какое давление будет на 24,5 или на 30 метрах Мы не ведем точных подсчетов, когда занимаемся рекреационным дайвингом Когда же мы занимаемся техническим дайвингом Все кардинально меняется Нам нужны точные цифры Те из вас, кто учился особенно хорошо, могут вспомнить и закон Бойля Которые объясняют нам взаимосвязь между давлением и объемом Вы прекрасно помните, что в замкнутой системе при постоянной температуре При увеличении объема давление падает И наоборот Если у нас объем уменьшается, то давление растет Где это проявляется, где этот закон мы наблюдаем Мы наблюдаем его хотя бы в том же BCD В камере BCD нашего компенсатора плавучести То есть когда мы погружаемся, давление увеличивается И BCD, объем воздуха в BCD уменьшается И нам приходится добавлять газ в BCD, чтобы выровнять нашу плавучесть Если же мы всплываем, как вы помните, мы всегда сбрасываем излишки газа Чтобы уменьшить объем и уменьшить нашу плавучесть Ну а раз уж мы с вами заговорили о плавучести То, наверное, стоит вспомнить и закон Архимеда Ну я сейчас не буду распространяться об этих законах Вы их все прекрасно должны знать Так как все изучали все, что касается плавучести На курсах рекреационного дайвинга Сейчас же мы поговорим о тех законах, которые имеют большое значение именно в техническом дайвинге Итак, закон Ойля или закон парциальных давлений О чем гласит этот закон? Этот закон гласит о том, что общее давление, которое оказывает газ Равно сумме парциальных, сумме давлений тех газов, которые его составляют Например, если мы возьмем, что воздух состоит из 21% кислорода И 79% азота То давление на поверхности у нас одна атмосфера Соответственно, парциальное давление кислорода То есть той порции, которая составляет кислород в этом объеме У нас будет 0,21% Потому что его количество всего 0,21% от общего А давление азота парциальное 0,79% Вы скажете, да, мы слышали об этом, конечно Мы же проходили курс Найтрокс перед тем, как прийти на технические курсы Мы же знаем, что у нас есть парциальное давление И как они, вообще как их посчитать Но очень важно, да, понимать еще, для чего мы их считаем Да, почему мы считаем парциальное давление кислорода Потому что человек, он не воспринимает процентное содержание кислорода В том газе, в котором он дышит Он может дышать газом, в котором всего 10% кислорода Но при этом этот газ должен подаваться ему при определенном давлении Иначе человек не сможет функционировать И если он будет дышать таким газом на поверхности При давлении 1 атмосфера, он сразу потеряет сознание Вы же все прекрасно знаете, что границы парциальных давлений кислорода Для человека составляют от 0,16 до 1,6 атмосферы 0,16 это у нас низшая граница И ниже этой границы у нас начинается гипоксия То есть это примерно как горная болезнь С все более и более ухудшающими симптомами А при высоких парциальных давлениях У нас кислород оказывает токсическое воздействие на центральную нервную систему И чем это опасно и страшно, вы должны тоже уже знать Ну, в принципе, вы наверняка же помните, что при высоких парциальных давлениях Кислород приводит к кислородной интоксикации центральной нервной системы Что может привести к конвульсии А в конвульсиях дайвер, он утонет Потому что он не способен контролировать свои действия Он не способен на что-либо вообще Парциальное давление азота тоже очень важно Если в рекреационном давинге, где все погружения не превышают 40 метров Это значение не имеет столь уже существенного влияния на организм Потому что, в принципе, в комфортных условиях Любой организм нормально справляется с давлением азота на 40 метрах Если условия не очень комфортные То, в принципе, до 30 метров практически все способны адекватно себя чувствовать На глубине 30 метров Даже если холодная вода, темная вода Но что произойдет, если мы превысим эти значения? Реакция каждого организма индивидуально на высокое парциальное давление азота Тут проявляется так называемый азотный наркоз Тут очень много факторов, которые влияют на величину этого наркоза И как ваш организм на него отреагирует Но вы должны быть на 100% уверены Что азот на вас оказывает воздействие И что ваша реакция замедляется Что ваша способность ясно мыслить и оценивать ситуацию ухудшается И в случае отказа, снаряжения или какой-то другой внештатной ситуации Вы просто можете принять либо неверное решение Либо у вас будет непозволительно много времени затрачено на принятие верного решения И вы можете как не оказать помощь себе, так и не помочь своему напарнику В результате это может привести к трагедии Знание и понимание закона Дальтона Позволит вам грамотно спланировать свои погружения Правильно подобрать смесь Исходя из всех вышеперечисленных составляющих Которые несут риск То есть вы можете правильно подобрать содержание кислорода Содержание азота И оставшуюся часть заменить каким-либо другим газом Который оказывает меньше воздействия на организм Чтобы вы могли совершать глубокие погружения В адекватном состоянии и без какого-либо вреда здоровью Именно поэтому закон Дальтона является законом номер один технического дайвинга Но на законе Дальтона все не заканчивается Также у нас еще есть закон Генри Который говорит о растворимости газа в тканях организма Вернее этот закон говорит о растворимости газа в жидкостях Но так как тело человека состоит на 70% из воды И все ткани в той или иной степени содержат жидкость То газ растворяется в этой жидкости Для чего нам нужна эта информация? Дело в том, что закон Генри гласит Что скорость растворения газа в тканях Напрямую зависит от величины его парциального давления То есть чем выше парциальное давление Тем быстрее газ растворяется в наших тканях Что из этого следует? Из этого следует понимание того процесса насыщения Которые происходят с нашим телом во время погружения Как вы понимаете Чем глубже мы погружаемся Тем быстрее скорость насыщения Кстати о насыщении Что такое насыщение? Представьте себе, что газ Который поступает к нам через регулятор, например И мы это система сообщающих сосудов То есть наш баллон, который содержит этот газ Это один цилиндр Мы это второй цилиндр И существует между этими цилиндрами Какое-то маленькое отверстие Которое позволяет газу проникать из одного баллона в другой Что происходит? Мы получаем с вами газ под давлением окружающей среды Соответственно, если мы дышим воздухом на поверхности Ничего не происходит Потому что мы уже во всех тканях имеем и кислород, и азот Под тем давлением, которое находится вокруг нас То есть под давлением одной атмосферы Имеется в виду, что наше парциальное давление азота в тканях 0,79 И оно для нас нормально и естественно Кислород, так как он потребляется в процессе жизнедеятельности Он, естественно, не составляет 0,21% Это количество колеблется Потому что по мере потребления кислорода Мы вырабатываем углекислоту Которая компенсирует эту, собственно, разницу давлений Но сейчас не об этом Когда мы погружаемся Давление возрастает И через это маленькое отверстие предполагаемое Которое в нашем случае играет регулятор И наши легкие системы из регуляторов легких Газ проникает в наш организм И кровеносные системы разносятся по всем тканям И так как давление снаружи у нас больше стало, чем давление внутри нашего тела Газ начинает насыщать наши ткани Растворяться в наших тканях Достигнув того предела Когда давление снаружи газа И давление газа уже в нашем организме уравнялись Мы достигли так называемой точки суперсатурации То есть в этой точке у нас не происходит ничего Ни насыщения, ни рассыщения То есть вот на поверхности мы имеем полную сатурацию То есть мы находимся в точке суперсатурации по отношению к воздуху Дальше мы начинаем всплывать Давление снаружи у нас уменьшается А давление внутри организма Газа, внутри организма больше И он начинает через легкие выделяться обратно То есть опять же через маленькое отверстие Он не сразу, не мгновенно, а постепенно начинает выделяться То есть давление падает Вы спросите, а для чего вообще все это нужно? А все это нужно для понимания алгоритмов декомпрессии То есть тех алгоритмов, по которым всплывают технические дайверы Именно этот процесс и объясняет А почему мы должны делать эти обязательные остановки Ведь когда мы с вами будем дальше говорить об алгоритмах декомпрессии Мы узнаем, что в принципе наши ткани И наш организм способен переносить только определенную разницу в этих давлениях Если разница в этих давлениях будет больше Мы получим декомпрессионные заболевания Собственно, это и является причиной декомпрессионных заболеваний Превышение разницы давлений внутри и снаружи Несмотря на то, что весь рекреационный дайвинг построен на принципе Что мы никогда не достигаем такой степени насыщения газом Которое позволит стать этой разницей больше, чем способны перенести ткани нашего организма Все равно Есть еще ряд факторов, которые могут повлиять на возникновение декомпрессионной болезни О чем мы тоже будем с вами говорить в дальнейшем И не надо думать, что в рекреационном дайвинге вы в любой момент всегда можете просто взять и всплыть с любой скоростью Нет, это не так Вы можете получить ДКБ в том числе и в рекреационном дайвинге Очень просто Если вы будете превышать скорость всплытия Ведь алгоритмы декомпрессии, они все построены кроме этого Еще и основываясь на том, что дайвер поднимается на поверхность постепенно Во время своего подъема он рассыщается И теряет часть накопленного газа Тем самым уменьшая разницу давлений до допустимого Если мы сделаем резкий скачок То есть вам же показывали на курсе Open Water Даже этот стандартный пример с бутылкой газировки Когда открывают крышку И если медленно открыть крышку, то ничего не происходит Там легкий пшик и все А если резко открыть крышку, большая разница давлений И пузырьков образуется много И, собственно, они вылетают из бутылки И как бы это имитирует тот процесс, который может произойти в вашем организме Поэтому не надейтесь, что даже не превышая этих пределов Вы не можете получить ДКБ Это не правда Но вернемся к закону Генри Который, собственно, нам и объясняет Какие газы с какой скоростью насыщают наш организм И, соответственно, какие газы потом выходят из нашего организма И это очень важно для понимания Именно алгоритмов декомпрессии Которых вы будете изучать в дальнейшем Поэтому закон Генри является вторым основным законом технического дайвинга Более подробно о всех этих законах Вы можете узнать и, в принципе, узнаете Прочитав учебник технического дайвинга Который вам даст ваш инструктор Либо вы его самостоятельно приобретете Через тот же сайт Но Мы очень надеемся Что вы очень серьезно отнесетесь К изучению законов физики Которые важны для технического дайвинга Если вы решили идти в технический дайвинг Потому что только полное понимание Того, что происходит с вашим организмом Даст вам последовательность правильных действий И возможность принятия правильных решений Потому что только понимая, что с вами происходит Вы будете действовать правильно Ну а на этом я хочу с вами попрощаться Большое спасибо за внимание За то, что смотрите наш канал Мы, как всегда, ждем ваших комментариев Лайков, дизлайков Подписок Кроме дайвинга технического Мы, естественно, занимаемся Еще и рекреационным дайвингом Вот буквально через несколько недель Мы летим на Филиппины Очень надеюсь, что мы отснимем там красивое видео Поделимся с вами своими впечатлениями Вот, так же мы занимаемся Обслуживанием и ремонтом оборудования В общем Мы много чем занимаемся Очень рады вам рассказывать об этом Объяснять что-то Мы очень рады, если эта информация Вообще вам полезна Поэтому подписывайтесь И до новых встреч Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!